Всем привет! Огромный привет и спасибо Роскомнадзору, который продолжает неадекватить и продолжает удивлять свои вопросы абсолютно неадекватностью в принятии решений. Вчера я с удивлением обнаружил, что начали лагать сервисы от Google, то есть вначале я решил проверить свою рекламу от Google AdWords и у меня Google AdWords просто не загрузился. Затем я обнаружил, что у меня со своим личным веб-сайтом проблемы, который просто ну абсолютно лежал, то есть где-то скорость загрузки страницы составляла 5-7 минут, практически не работал. Затем я начал уже и хотел поработать с документами, я обнаружил, что доступ к Google диску, Google Drive у меня просто тоже не работает и он тоже также заблокирован интернет-провайдером. То есть это какой-то просто абсолютный бред. То есть они решили заблокировать Telegram, но так как Telegram, ну по всей видимости насколько я это понимаю, это использовалась там технология блокчейна, то есть и архив находится там у Telegram не в одном месте, поэтому очень трудно им сейчас Роскомнадзору заблокировать Telegram. То есть в очередной раз у нас, наши власти и этот поганый Роскомнадзор, они ввели санкции конкретно против своего народа. Когда вчера я обнаружил, что не могу поработать, что я не смогу составить документы, что я не могу из-за этого получить денежный перевод, который мне был просто нужен и нужные деньги были именно вчера. То есть также я обнаружил, что у меня не настроена реклама, что я не могу войти в Google AdWords, что я не могу там. Ну просто абсолютно ни один сервис не работает. Ни один сервис, который мы используем для своих каких-то рабочих профессиональных целей. То есть переблокировать это все. В попытке давить на дурова, в попытке заблокировать Telegram, который на самом деле не так просто заблокировать, они блокируют все подряд, все вокруг. И сейчас, так как они скорее всего, у них блокировка Telegram не получится, но не может же наша власть просто показать всем, что мы там сели в лужу и мы там объявили о том, что мы заблокируем Роскомнадзор, а сами мы не способны сделать это. Наша власть нас не догадалась сначала посмотреть, проверить технически, возможно ли все это, а потом уже принимать решение. Нас надо сначала принять решение, а потом уже посмотреть, как мы его будем осуществлять. Это все в традиции нашей власти, нашей страны, когда мы находим самый место прямого пути, идем путем через задницу. И через задний проход все это опять снова попыталось решиться в этой ситуации. Вот сейчас страдают обычные пользователи, которые... Кто-то потерял деньги, кто-то потерял просто рабочее время. И также, кто теряет рабочее время, теряет и деньги при этом тоже. Я сейчас просто покажу, допустим, то есть на примере, как с VPN, который я пользуюсь. Как раз сегодня я продлял его и записал через Bandicam видео в VPN-сервисе. И в описании к этому видеоролику я ставил ссылку на VPN, который я использую, и на бонусный код, который дает 10% скидку на пользование услуги VPN. Я в одном уже видео про VPN говорил, что я не советую пользоваться бесплатными VPN-сервисами, которых тоже достаточно большое количество. Ну, по типу, наверное, HideGuard, который мне известен. Потому что все бесплатные и подавляющее большинство бесплатных VPN-сервисов, они сохраняют логи. То есть, фактически, по использованию VPN-сервисов бесплатных, оно небезопасно, если вы не хотите, чтобы вас потом просто обнесли. Поэтому нужно использовать только проверенные, трастовые и, естественно, платные VPN-сервисы. Они стоят не так дорого. Это 300 рублей в месяц, 300 с небольшим рублей в месяц, если помесячно. А если брать на полгода или на год, то это будет сумма дешевле. То есть, это уже получается 900 с лишним, 990 рублей полгода и 1600 с чем-то рублей год. Но, естественно, с бонусным кодом, который я написал в описании, это будет еще дешевле. Я сейчас покажу, как зарегистрироваться, как скачать непосредственно клиенты, как им, собственно, пользоваться. И покажу на примере, что именно проблема именно в Роскоп-надзоре. Потому что у меня не работает Google Drive, не работает Google AdWords сейчас при моем провайдере NetByNet. И сейчас я просто покажу, как я оплачу VPN, покажу, как я его подключу, сменю IP, и у меня тут же все эти вещи, тут же все эти сервисы заработают. Итак, как зарегистрироваться в VPN-сервисе Hidemy. Ссылку на регистрацию я прикрепил к описанию видеоролика и к первому посту, закрепленному под этим видео. Также там вы сможете найти бонус-код на скидку. Вот, переходим по ссылке, точно такая же в описании. И попадаем на сервис Hidemy. Hidemy name – это новое название после того, как Роскомнадзор сблокировал предыдущее. Итак, жмем купить. Далее у нас есть несколько вариантов, то есть это на месяц, на 6 месяцев, на год, ну и подневная оплата. Ну, самый выгодный вариант на год, так как он будет, исходя из него, 143 рубля в месяц. Будет, если у нас мы берем на 6 месяцев, то это 168 рублей в месяц, подороже. А если мы берем на 1 месяц, то это 12-23 рубля в день, ну, то есть разница 379, и 168, и 143, она очевидна. Ну, я возьму на 6 месяцев, выбираю 6 месяцев, выбираем, чем будем оплачивать, и вводим промо-код. Промо-код, вот тут же высветилась 10% скидка. Вот. Обязательно вводим электронную почту свою. На вашу электронную почту на эту придет e-mail, в котором будет содержаться код. Лицензионный код, ключ, который позволит вам пользоваться услугами VPN. Ну и, собственно, вводим почту и нажимаем купить. Также можно использовать Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, SMS, Биткоины, Skrill, UnionPay, ну и другие электронные терминалы, переводы, другие способы оплаты. Итак, теперь снова возвращаемся на сайт. Можно использовать ту же самую ссылочку на сайт HideMyName. И выбираем устройство. Это либо VPN для Windows, либо для каких-то других устройств. Мы выбираем для Windows. Кстати, обратите внимание, здесь есть вариант попробовать бесплатно. Это одни сутки бесплатного доступа. Ну, как правило, те, кто пользуется в долгую, им эти сутки особо не помогут. Поэтому мы переходим к VPN для Windows. И у нас начинает скачиваться экзешник. Так как у меня он уже есть. Открываем его. Нам проверяем почту. Нам на почту пришло вот такое письмо с нашим кодом. Не обращайте внимания. То есть это код старый, уже недействительный. Так что не пробуйте его вводить. Это письмо от 24 августа 2017 года. Новый код я, конечно, светить не буду. Его берем, вставляем сюда. И после этого жмем войти. Ставим галочку запомнить автозапуск. Чтобы это в дальнейшем происходило автоматически. Итак, у нас появляется вот такое окошко. После того, как мы зашли. Тут список серверов. Многочисленные варианты. То есть красным подсвечены те, которые не убираете. Это мертвые сервера. Мы сейчас список разберем. Тут осталось, сколько у вас осталось дней на пользование. И сейчас я вам просто покажу, как это работает. Вот у нас AdWords. Этот сервис из-за Роскомнадзора и его тотальных блокировок по попытке заблокировать телеграмм работает с большими перебоями. И он у меня уже второй день висит. То есть я обновляю страничку. У меня абсолютно ничего не происходит. Вот на этом все и заканчивается. Также у меня не работают другие сервисы от Google. Многие. И не работает свой личный сайт. Ну, как не работает, он работает. Но загружается очень долго. Где-то 5-7 минут стала грузиться страница. AdWords у нас не загрузится. Мы сейчас попробуем поменять IP. То есть выбираем сервера. Красные все оставляем внизу. Прокручиваемся вверх. И переходим к тем, которые не подсвечены у нас. И отправляемся, например, в Киев. Ну, или если вам не хочется в Киев, можно съездить в Мюнхен. Жмем подключиться. Обычно это занимает пару секунд. На авторизацию. И все подключено. Германия. И вот ваш IP-адрес. Если хотите, можете проверить. На tuip.ru Проверяется IP-адрес. Мы обновляем страничку. И посмотрим, что у нас происходит. Действительно ли это дело в IP-шке. Да, все. Видите, у нас все начало загружаться. Все, и AdWords у нас уже работает. Все. То есть, это говорит о том, что эта блокировка, и блокировка сервиса Google, она связана напрямую с Роскомнадзором. И сейчас я это покажу также на примере Google Drive. Google Drive, это Google Диск. Так, сейчас я это все продемонстрирую. То есть, давайте посмотрим. Все. Google Диск у нас отлично загружается. Кстати, мы tuip.ru. Все. Ваш IP-адрес. Германия. Мюнхен. Все. Отлично. Можно закрывать. Но это проверка на всякий случай. Я ее рекомендую делать только тем, где важно, чтобы скрылся ваш истинный адрес. То есть, если вы действительно хотите скрыть свой IP, тогда пользуйтесь сюда вот этим сайтом, чтобы его проверить. Если цели не стоит, а есть только цель обойти какую-нибудь блокировку или запрет, тогда, в принципе, это абсолютно бесполезная процедура. Итак, все работает. Google Диск работает. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И оставляйте свои комментарии под видео. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok